хирургии либо ты первый либо ты никто отец и сын наверное это не совсем рабство еще какое до легких и больших денег не будет игорь я не верю посредством хирургии ты можешь творить определенные чудеса а у нас творчество на первом месте нужно пройти через лишение я хочу двигать российскую медицину на в ростове и надо родине пригодится игорь 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 отлично отлично я у меня это первое интервью когда я интервью и поколение медик медик и честно говоря я разговаривала с человеком который очень хорошо знаете срои девито у него сын ровесник моего сына чуть помоложе чем игорь игоревич и он сказал что ни в коем случае я не хочу чтобы мой сын был медиком та ответственность которую берет на себя медик гораздо выше тех возможностей финансовых которые медик получает в результате оплаты своего труда игорь игоревич у меня вопрос к тебе как тебе удалось дать такую вакцину сыну что он захотел и с такой любовью с таким интересом занимается сложными медицинскими направлениями во первых я не напрягался здесь же понимаете как может быть я не верю абсолютно точно не напрягался вот с вот такого вот момента рождения никто даже и не никак никаких других возможностях не рассуждал и не думал первую шапочку медицинскую которую шили моему наследнику моему шериф полтора года и он уже ходил шапочки медицинском халате то есть вот если кто-то хочет чтобы у него дети шли в специальность вот с полтора года шейте шапочки и халаты покупайте стетоскопы и все в игре придет но рой давито конечно очень опытный он живет там где золотой телец стоит на первом месте а у нас творчество на первом месте вот и все поэтому да может быть где-то в другой специальности при меньшем риске денег было бы больше да у нас если глубоко копать специальность рисковая да мы работаем в сфере неопределенности и конечно в зоне риска ну зато кайф который ты получаешь когда ты работаешь и получаешь результат он не сравним ни с какими затратами то есть а каким образом ты смог передать этот кайф своему сыну но если вы помните ольга витальевна то первый раз мальчик со мной поехал общаясь в тусовке пластических хирургов наверное лет двенадцать пятнадцать назад мы с вами вместе поехали сан франциска на конгресс по пластической хирургии вот эта атмосфера дети же все впитывают и все смотрят как это все происходит книжки которые дома лежат на открытом месте разговоры которые ведутся вслух мы ведь не 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 прячемся дома когда раз говорим о тех или иных вопросах это все впитывается она капает никто никого не заставлял игорь игоревич мне так тебе вопрос скажи просто как это случилось по моему в медицину я хотел пойти всегда вот сколько я помню себя осознанного я знал что я пойду в медицинский университет и это обязательно будет за время обучения я хотел и в детскую реанимацию идти и да в детскую реанимацию и еще куда-то и никто никогда не противился то есть если тебе нравится детская реанимация пожалуйста я побывал там побывал там и все таки год работы до год работы в к виде тоже внес свою лепту я тоже думал уйти в реанимацию реаниматология в принципе нравилось но я все-таки понял что вот хирургия пластическая хирургия это гораздо интереснее гораздо продуктивнее и она движется она постоянно движется все на не стоит на мой взгляд она не стоит на месте что-то меняется возможно она и ходит по кругу но движение есть но все-таки я понимаю что ты не совсем заинтересован прямо сейчас прямо в эстетике игорь генрихович относится к редким пластическим хирургам ничего обидного не хочу сказать но это такая old school старая школа когда игорь генрихович может сделать любую операцию да сейчас в основном у нас молодежь специализируется кто-то на липосакции кто-то на пластике кто-то на груди и а таких вот специалистов которые могут делать все их сейчас не очень много они как-то почему-то идут вот в более узкие направления как-то поэтому old school главное слово old за это время можно было научиться многому другое дело что вот процесс обучения он же состоит из двух частей он во первых активный когда человек должен хотеть и 2 тебя должны заставлять вот по-любому заставлять ты можешь не интересоваться каким-то пробовать тебе будет скучно читать но ты должен прийти и сдать я помню как меня еще на общей хирургии профессор заставляла читать книжки которые мне было неинтересно читать но я должен был прийти издать я и благодарен это ломка себя это тоже самое обучение когда говорят что династия в медицине это это плохо чепуха на постном масле принцип делай как я где я еще могу реализовать иди где я могу показать методика обучения пластической хирургии такова сама метода что кафедр мало желающих много хирургия такая специальность где если ты пальцем не залез если ты не попробовал если тебе не дали возможность что-то сделать ты этому не научишься можно сколько угодно смотреть по телевизору как человек гоняет на гонке формулу-1 но сядя за болид ты доедешь до первого поворота вот это приблизительно та же самая история и в хирургии кто если не я покажет и расскажет других вариантов нет вот у меня нет другого ученика сейчас вот я в него вкладываю я могу только приветствовать династии без относительно пластической хирургии когда я училась в ординатории у нас были ординаторы из династий они легче осваивали терапии им было у кого спросить а мне не у кого поэтому они были как бы они были немножко всегда впереди нас мы догоняли вот действительно чтением какими-то другими навыками но их базовая подготовка была буквально три месяца назад мы пересеклись на одном из форумов кирилл палыч сыном байтингер с сыном и я с игорем и вот мы на эту тему втроем стояли рассуждали у каждого из них сын повторяет судьбу своего отца вот в какой-то мере я не знаю как она будет но в какой-то мере по крайней мере на старте но это правильно так должно быть так должно быть есть специальности которые надо брать вот так вот за руку и говорить вот вот делай даже в медицине все специальности такие да и вот то же самое что вы сказали вот old school где еще можно получить такую школу есть тот путь который прошел игорь генрихович сейчас уже наверное повторить ну просто невозможно в нынешних реалиях нашего времени и получить все эти знания из рук в руки это по моему лучшее что может быть мы-то шишки набивали своим лбом а сейчас людей вокруг этих шишек вот так вот хороводами водит так делать нельзя делать нельзя хочется а нельзя ну хорошо тем не менее игорь игоревич ты не сразу пришел к хирургии это вот какая-то была внутренняя борьба с чем это было связано я не могу сказать чтобы это была внутренняя борьба но сама вот атмосфера хирургии операционные тех результатов которые получаются и с набором знаний как бы я открывал для себя все новые 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 направления чем больше я учился и я понимал силу и возможности хирургии до сих пор продолжаю открывать каждое мое ответвление обучение открывает мне новый такой мирок хирургии который открывается чем больше ты в него углубляешься с другой стороны с каким-то магическим и ты понимаешь что посредством хирургии ты можешь творить ну определенные чудеса и это прекрасно и к этому хочется стремиться вот наверное так игорь если говорить о будущем какую бы ты операцию хотел довести до совершенства в своих руках скажу так что это должна быть на мой взгляд сейчас это должна быть какая-то реконструктивная операция какая я не могу сказать их великое множество и какая из них важнее на мой взгляд нельзя выделить одно которое я не попробовал все я не знаю какая из них сложнее но я уверен что это будет реконструктивная операция а если мы будем говорить про эстетику или эстетика тебя интересует этика меня более чем интересует также как реконструкция это два очень сильных направлений с точки зрения эстетики до совершенства наверное ринопластика при условии того что не нравится она мне больше всего на данный момент ну вот тут есть такой момент но это камень преткновения который хочется победить операция как правило не нравится до тех пор пока ты в нее не въедешь пока ты на начнешь ее понимать вот еще мы пока не въехали вот когда вкусит вот тогда и и она быстро и геннадий а ты любишь на пластик конечно конечно но тоже не сразу полюбил тоже не сразу но это совсем отдельная история открытая или закрыта я люблю открытую я люблю открытую я хочу видеть все я хочу контролировать хотя есть такие мастера закрытые на пластике что наверное не такой мастер я мне больше нравится открытая и гирича ты ну вот я что касаемо ринопластики буквально месяц назад у нас был период несколько пациенток подряд с ринопластикой и мне прям не хотелось идти на операцию но вот тут не нравилось она мне но я понимаю что этим навыком надо овладеть и я вижу конечный результат и конечный результат превосходный я считаю что с точки зрения эстетики это будет та операция которой надо овладеть в совершенстве чтобы вот именно переступить вот себя надо себя преодолеть с точки зрения факторов успеха это преодоление себя через не могу через не хочу не хочу да по-другому никак еще раз говорю по другому никак учеба не может быть ложкой меда вот это такой бег с препятствиями причем иногда ты падаешь поднимаешься синяки за залезал и бежишь дальше других вариантов а рядом бегут те которые быстрее тебя и ты должен их обогнать значит хирургии не может быть вторых и третьих хирургии либо ты первый либо ты никто вот вот как хотите так это и понимаете да здесь может быть полный зал первых вот но ощущение что ты где-то на третьих ролях на пятых ролях это это не для хирурга вот это не для хирурга хирурга должен быть амбициозным где-то даже наглым вот других вариантов нет это такая специальность не потому что надо себя продавать а потому что надо делать хорошо и если ты еще раз говорю третий то значит кто-то делает лучше вот и все а здесь надо быть первым какие наставления молодежи если это не твой сын молодежи в этой специальности у меня много вопросов нет значит я хочу сказать так если вы идете сюда за легкими большими деньгами лучше сразу сворачивать легких и больших денег не будет будут проблемы это точно а легких и больших денег не будет и какое-то время придется у кого-то поработать в рабстве так тоже вот это 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 школа ты должен у кого-то где-то поработать посмотреть чтобы тебе дали возможность это посмотреть а ну так между нами говорится вон в рабство возьмешь возьму не в ученики а в рабство потому что раб делает все вот что не скажет хозяин раб делает все других вариантов обучения нет сейчас хирурги нельзя научить как-то вот посмотри вот вот молодец мальчик вот так не бывает так не бывает по крайней мере результат будет и тут хотите стать настоящими хирургами вперед нужно пройти через лишение обязательно через лишения папа по-другому знаете как если бы не было ада то не было бы и рая а на фига рай если есть чем сравнить наверное это не совсем рабство еще какое еще какое да игорь генрихович это у вас значит это двойное рабство двойное рабство потому что был бы другой сын я скажу каком-нибудь другому молодому человеку что ты балбес идиот и ничего не понимаешь это будет оскорбление вторжение в его личное пространство остальное а здесь я могу сказать и попробовать пусть он обидится вот все претензии к генетическому предку и сказать и все остальное сделать и послать в операционную не выходи оттуда игоревич тогда к тебе вопрос вот как к молодому начинающему хирургу какие должны быть качества в первую очередь без рабства я поняла все нет хода нет нет на определенном этапе жизни а потом хозяин подпишет вольную и все я бы сказал человек должен гореть этим то есть должны быть амбиции должна быть наглость и упрямство вот надо упрямо идти и идти и не останавливаться по моему все где взять эти качества если внутри себя внутри себя больше а папа как-то и не никто не бывает никто не тебя стимулировать никто не должен тебя пинками загонять если тебя вжут загонять шинками не ну как отец можете сказать вот будешь третьим где будем третьим иди сегодня будет третьим а потом нет а потом вторым полгода третьим потом вторым всему свое время если толкают пинками значит уже не твои первым не будет первым не будет нет стремления самостоятельного надо самому рыть и рыть и рыть и рыть игорь геннадьевич вы на всех мбм были сегодня в этом году восьмой восьмой до всех до всех и вот мне очень это приятно лестно и я знаю что игорь игоревич ты наверное на третьем на третьем на третьем не очень лестно и ценно что вы приезжаете вдвоем вот что вам какая тематика вам из мбм интересно и вот игорь геннадьевич намерно может сказать некоторую такую антологию развития и изменения формата мероприятия дело даже не в том что там что интересно интересно все вот в этой ситуации не бывает бесполезных знаний любое знание она всегда складывается в копилочку то что мбм он в этом году восьмой но это 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 ступенька непрерывного процесса будет и девятые десятые и так далее я думаю что они будут вот я надеюсь это непрерывный процесс сейчас закончится посмотрим что-то возьмем отсюда сегодня только первый день но уже сегодня там мы кое-что обсудили интересное ну медицина же она консервативная специальности каждый год удивлять чем-то вот таким вот феерическим невозможно я вообще удивляюсь вам как вам удается собирать настолько интересных спикеров чтобы их интересно было слушать чтобы они не повторяли то что было в прошлом году потихонечку по крупиночке собираем собираем ждем девятого восьмой не закончился ждем девятого отлично отлично пока наши дети с нами да да все будет двигаться вперед да игорь гриш ты можешь что-нибудь сказать что тебе твой старый аксакалон понятное дело там по крупицам собирает старый а опыт я скажу что я собираю не по крупицам я вижу для себя много нового и после каждого по моему мбм я приезжаю у меня целый список того что я должен прочитать и перечитать потому что что-то новое увидел что-то от зарубежных спикеров увидел очень рад что они приезжают есть возможность даже подписать литературу у ее автора а это великая память на долгие годы и прекрасно ездить вместе с игорь генрихович я могу на некоторые вопросы получить ответы сразу игорь генрихович ну вот хорошо с сыном получилось а с дочерью такое ощущение что дети у меня от разных же гена ген риска вот сколько было мне генов риска они все забрали дочь у меня учится на пилота гражданской авиации и не далее как через два дня они едут на летную практику ворск вот уже будут самостоятельные полеты у них там поэтому я очень переживаю я тебя прекрасно понимаю но очень в 20 лет самостоятельный полет после 16 часов полетов с инструктором а потом самостоятельный полет вот как я должен не переживать да это практически как в операционной да нет это даже как в операционной проще как-то все проще а кто там операционной поможет медсестры нет а здесь это несравнимые вещи а потом она девочка а почему она не захотела быть медиком вот не захотел ген риска взяла ну вот не захотела я же я еще раз говорю я я не сторонник кого-то пихать этот захотел она не захотела но это же наши дети они же сами вольны выбирать свои свой путь это же их путь мама когда пуповину пересекла это уже все это их дорога мы можем как-то помогать влиять но уже все это вот это то что они сами выбирают можно сколько угодно наставлять наставлять пройдет 20 летчик скажет блин это было не мое я столько времени потратил на то чтобы заниматься не тем а так нравится пока вот потом дальше видно будет игорьевич вопрос к тебе а ты размышлял над тем чтобы работать за рубежом в свое время у меня был шанс даже остаться за рубежом я в курсе я был да я поступил там в медицинский университет но сейчас я даже не могу назвать страну в которой я хотел бы работать за рубежом много интересных специфических направлений за рубежом то даже тот же китай или корея там совершенно другая медицина касаемо эстетики лица и совершенно другие операции я целенаправленно иду я хочу двигать российскую медицину как бы это не звучало может быть пафосно или как-то сколько мы с игорем генриха чем не разговаривали я хочу двигать российскую медицину именно в ростове развивать его почему-то я для себя сейчас так вижу и за границу абсолютно не стремимся вчера мы например проводили круглый стол по нашему аппарату для лимфологических операций это тоже единичные хирурги которые работают в москве и в санкт-петербурге пока только и я хочу сказать что массе сидел и два часа слушал все что они говорили он бы не слушал если бы ему не было интересно то есть я понимаю что те наработки которые есть ему тоже это интересно так сказать как какими шагами мы идем и что мы делаем перспективное направление это как раз то направление которое можно смело двигать и это будет рывок помните нет пророка в своем отечестве да вот это категорической форме неверно у нас классные хирурги мы же с вами были в клиниках зарубежных и не в одной ну вот объективно по-честному есть там что-то такое чтобы вот у нас где-то здесь не воспроизводилась и в некоторых местах даже было бы лучше но есть есть и мы с вами знаем этих специалистов которые пусть они даже не в москве живут вам как доктор новиков в ярославле просто это алмаз и тем не менее он же здесь работает он же не где-то там черти где работа хорошо что так получилось что не остался игорь игоревич в англии хорошо что так получилось родина она есть и надо родине пригодится ваш сын игорь игоревич тоже будет медиком как вы планируете 3 недели мы приедем сегодня недели вы можете начать ему шить шапочку шить шапочку обязательно или вязать более мы вот эту шапочку которую вы здесь выдаёте мы ему шьём то я не буду загадывать я не хочу загадывать это его будет это его будет жизни что будет через 20 лет не знает не знает никто но это совершенно точно вы как такие ребята философы и я хочу пожелать династии рыковых развиваться множиться и действительно вы прорычали на всю страну мы будем рядом а как мы без вас уже 20 лет рядом да больше уже больше уже самое главное не брюзжать глава набережать молодежь у нас замечательная династии